здрасте да здравствуйте добрый вечер дед с тобой что ты уже умирает посмотреть на себя кого ты же не атлет же дедушка тебя вот так об колено и переломит как щепку ну хорошо давай проверим тебя на адекватность хочешь ну давай да пару вопросов корень из двух корень из двух до 2 нет но один не так там один потом запятая и что дальше пошло блять корень из двух ну блять 1 2 нахуй а в математике не силен да нет ну там один запятая 4 и даже еще много цифр идет ну что ты такой чувак ну прогугли ты что тут но мне зачем это знать для чего мне эта информация в жизнь а ладно в общем этого ты не знаешь ну давай твоего вот мировоззрение как бы проверим не знаешь длина экватора земли какая длина экватора но если я не ошибаюсь примерно 40 тысяч километров а сколько от земли до луны 384 тысячи километров и это точно так он может 4 я как ну около 400 около я как бы я читал читал ну хорошо вроде бы ты соображаешь что-то как бы адекватный удивительно из россии что-то соображать а как по-русски будет вот бейсболка на тебе или кепка еще такое ну как тебе сказать мы называем кепкой то есть это так обыденное слово то есть она как бы но бейсболка в принципе откуда это название пошло что ты думаешь ну ну если по моим предположениям что в таких штуках просто начинали когда-то играть в бейсбол потом они просто вошли в обычную повседневный обиход мне кажется кепка была это у ленина вот она больше вот такого фасона на кепку ну я понял то типа ну да это который залез на броневики там прокартавил у нас у нас таких сейчас гопники ходят до сих пор еще они еще в таких штуках ходят они еще три полоски сюда лепят короче адидас и сидят вот так на корточках типа блатные тетушки такие были да но это быдло абраганы их называю и кстати таких подавляющее большинство я сам живу в поселке городского типа у нас здесь 80 процентов быдло абраганов которые они вот ходят просто то есть постоянно нарываются на нормальных граждан доебываются там бухие сраные пьяные я таких не признаюсь на понятно такая вы откуда в селябинска липецк а или омская область омская не калачинск случайно нет таврическая в омске есть таврическая до аврический район до омской области я феи так таврия вот я херсонская область вот это таврия называется у нас вот есть таврический район вот я с этого района херсонес таврический а у вас там окружена своя таврия но как бы приятно встретить земляка приятно да а вы сами откуда ну я понял ну как бы западную украину да я думаю не слугам ска низ донецк не я сказал я херсонской области нахожусь а я думал вопрос я думал вы просто привели пример омске я жил в омске учился в омском летном училище марта вы не знаете там было такое омское летное училище ну знаете там было много училища училище речников там было вам у меня у меня в училище речников мама училась она работала матросом на тупоход свое время там в омске этого река иртыш омка есть река да 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 отец отец у меня короче работал на агрегатном заводе короче и там он работал со станками с программным управлением он радиоэлектрончик понятно там еще по моему шинный завод был и тогда а танковое училище там еще танковое училище шинный завод потом чем у нас еще там короче не этот блин завод имени баранова полет да 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 а верим завод там был я помню слушайте а это вот как не печально я все-таки вот там же летал учился да вот но всегда как бы встречаю а мечей и вот надо констатировать факт что ну бляха загнали в область короче она же в аутсайдерах до полный депрессняк вообще я не знаю а что-то там просвет какой то есть то может начальство менять или что-то там подымать или что-то делать как бы воспрянуло вот новосибирск это совсем же вроде бы недалеко но совсем другое дело я объясню короче вот вы кстати про депрессивный город то сказали и вот я даже про это читал что он считается одним из самых депрессивных городов россии и то есть и короче а он скатился вот за короче где-то лет за 15 он скатился по моему был двадцать восьмое место они 22 место по уровню жизни а скатился куда то что на 64 что ли точно не помню вот я читал и скатился после чего после того как короче полежаев продал москве нефтезавод омский вот и после того как короче вот эти путинские прихвостни короче но после того как путин арестовал короче главу мостовика вот потому что человек добро делал для омска хотел вкладываться в этот город но путин уже у нас такая твоим уже не выгодно когда это поосторожнее то там это не чека не дремлет мне пофиг мне абсолютно пофигу я я их не боюсь я просто высказывает а мое личное мнение за личное мнение у нас пока что не сажают слава богу это по факту я же и констатирую факты что вот и полежаев кстати вот можете даже глянуть в интернете есть вот этот ролик где полежаев говорит а знаете почему короче он нефтезавод по москве пришлось отдать короче потому что когда голосовали ну выборы в госдуму омска были вот короче а мечи проголосовали не за единую россию то есть не за путина а за кпрф за зюганова и за и путин отомстил забрал нефтезавод и полежаев дает такое интервью говорит ну что а мечи добились чего хотели ну вы говорит еще раз проголосуйте за кого-нибудь другого у они у вас еще чего-нибудь заберут он прямым текстом ну да вот это тут такая фигня конечно и вот понимаете вот именно вот смотрите томск вроде новосибирск а красноярск кстати красноярск я часто красноярск летал там тоже такая же фигня в красноярске ну может быть знаете может быть кстати в красноярске даже жопа еще хуже чем в омске потому что там вообще кстати омск он хотя бы газофицирован а красноярский край вообще люди по деревням это только печное отопление в самом красноярске отопят бурим углем вот эти котельни там сажа копать уже короче в красноярске во первых самый грязный воздух в россии да это первое место он занимает по загрязнению атмосферы воздуха и короче я видел фотографию вы мне напомнили про красноярске отвечаю видел вам эту фотку она гуляет по интернету она уже мемом стала короче там же идет вот это вот газовая труба проходит ну через красноярск проходит она вот и короче вот прямо рядом с газовой трубой стоит частный дом и там сфотографирована бабуля которая полет дрова нет нет это это реально это короче при короче к этой бабуле там наши блогеры приехали и брали интервью я не помню по моему я не помню фамилию короче помню что валентина петровна ее зовут и она рассказывает говорит да говорит ну а что делать говорит вот у меня говорит муж уже давно умер говорит живу она приходится колоть дрова они говорят у вас же газовая труба рядом говорит а что говорит мне эта труба ну есть она и есть говорит а я говорит ну я уже свой век доживаю вот дровишки не ну вот я хочу сказать что у меня именно омске ну вот тех лет я там был восьмидесятые годы и вот как-то сложилось довольно таки приятное впечатление что что народ такой доброжелательные мечи ну там знаете вот в основном какие-то ссыльные еще при царе там там и поляка на вот там только нету в омске да но я вообще я знаю эту аббревиатуру я не знаю насколько она правдива что типа отдаленное место сильных каточников ну да это так шутят но на самом деле он назван как бы связи с одноименной речкой омя но речка и вон как вот была река москва и там город москва так и здесь и да он же вообще отстраивали вот эти ссыльные да насколько истории знают а вот таково ссылали они вот это все строительством занимались развитие города я тоже читал и про колчака читал и про корнилова читал как они там я кстати я кстати вот прочитал эту книжку я прочитал короче арестант пятой камеры это про колчака я вот эту книжку прочитал короче я читал как вот короче все это начиналось вот эта революция как короче колчака назначали, короче, главнокомандующим верховным, так он, короче, как бы, ну, то есть, и вот, как он в поезде там, ну, ездил там в своем этом закрытом вагоне, короче, то есть, и как его расстреливали, и как, короче, он там сидел в Омской, короче, вот в этой тюрьме. Да, да, да. Вот. И как захватывали, и сколько было больных, короче, вот в Омском госпитале, вот, у нас остановка даже в госпитале есть, до сих пор она сохранилась, такое название. Ну, вот, как лежали больные ТИФом, там, часоткой всякой фигни, вот, сколько там, тысяч там погибших было много. Я что хочу сказать, вот, по этому факту, вот, вы про Полежаева там сказали, как он сдал это все дело в Москве, понимаете, вот, есть две республики, Татарстан и Башкортостан, вот, всегда спрашивают, и вроде бы там башнефть есть, и в Татарстане тоже нефть есть, и много, так сказать, ископаемых, и народ-то почти один же, что башкиры, что татары, как бы, они там, братья, мусульмане, так сказать. Но, говорят, почему вот именно Татарстан процветает, Башкортостан, ну, как бы, полная жопа, или что-то типа того. Но, оказывается, тоже, вот, если там был Шаймиев, он руководил Татарстаном, и он, вот, стоял на своем, что, а хрен вам, вот, в Москве ничего не дадим. А вот эти вот прохлопали ушами в Башкортостане, и та же картина. Тут у них, получается, все заводы, вся нефтянка, а конторы все в Москве. Так же, все офисы в Москве, а тут только работают. И, вообще, они, в конце концов, они хотят сделать так, чтобы на Урале работали, там, в Сибири работали, а конторы все будут в Москве. Тобто, там пыль, грязь, копоть, сажа, а бабки все конторы, там они будут сидеть чистенькие, с белыми ручками, только считать денежки, и все. Это же понятно. Да, блин, вот такая вот фигня, е-мое. Ну, видите, как бы, татары, они-то такие тоже, республика у них, как бы, своя, там, и город Казань, красивый город, как бы, сам по себе. Да, они более упертые, вот так, Шаймиев тогда был, он вес какой-то имел. Е-мое, у меня кот наушник вырвал, блин, ну, сволочь какая-то. Не, я слышу вас, слышу. Не, да, я делаю. Я, я что хочу сказать, что, вот этот Шаймиев, он, как бы, там, был более упертый, а они, знаете, как в Москве, они только понимают силу, и все. А так, если там сюсюкать с ними, они просто все обдирают, да, и все, там ничего не останется. И, смотрите, из всех вот этих республик, везде глава республик, только в одном Татарстане президент. А в остальном Башкортостан глава республика, кругом глава республик, там, Чечня, Ингушетия, там, Дагестан, прочие республики, только глава республик, а тут президент. Вот он уперся, они, вот, татары, они более сплоченный народ, понимаешь, вот, постояли за тебя, и, пожалуйста, мне вот нравится одна фраза, короче, сказанная когда-то Кутузовым. Он, короче, сказал такую фразу, короче, я считаю, она актуальна и по сей день. Он сказал такую фразу, чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. Было такое дело, да. Да. Ну, давайте, мечи, держитесь. Я, кстати, когда учился в Омске, у нас там мы теорию проходили, а потом выезжали в Калачинске, там был аэродром. Это по трассе туда, в сторону Новосибирска. Вот. Мы там. А вы там в каком районе живете? Ну, я в самом Тавричестве живу. Ну, поселок городского типа Тавричества. И он так и этот и район тоже называется, да? Да, Таврический район, да, в Омской области. Понятно. Ну, вот с работой здесь, кстати, напряженка. Многие ездят на вахту, но так как, короче, мне вот немножко повезло, наверное, больше, чем другим, я себе нашел здесь работенку, потому что у меня отец был радиоэлектронщиком, но пока он был жив, он меня научил работать с компьютерами, короче. И сейчас я занимаюсь чем? То есть я занимаюсь скупкой, перепродажей компьютеров, короче, настройкой, короче. Ну, то есть покупаю вот системник, он там захламленный, пыльный, грязный, там его привожу в божеский вид, в товарный вид, короче. Настраиваю, переустанавливаю там все программы, всю эту фигню там, как бы, ну и продаю, короче, дороже. Ну, то есть мне вот в этом плане проще. Ну, я понял. в том числе я замешаю, да. Ну, может что-то там заменить иногда, можно. Да, да, то есть я еще езжу по адресам, то есть, допустим, ну, то есть вызывают, да, короче, ну, допустим, надо там винду переустановить, или там что-нибудь у них глючит не работает, ну, то есть приезжаешь, смотришь, как бы там уже, что там может работать, может оперативка сдохла, может там материнка сдохла, может процессор там хормер, ну, то есть что-то меняешь, то есть свое ставишь за это деньги. Скажите, вы вот у себя там в Таврийском меряете скорость интернета, сколько она вот у вас? Ну, короче, вот у нас здесь кабельный интернет есть, короче, но он дорогой. Он, короче, кабельный интернет у нас стоит, короче, 890 рублей за месяц. Вот. А я пользуюсь, короче, 4G модемом. 4G модемом я пользуюсь, и, короче, я пошел на такую хитрость, короче, немножко... Это, который через Ростелеком-те пойдет? Нет, 4G модем, такая штучка, в него сим-карта вставляется. Ага. Вот. И я, короче, знаете, как обманул оператора, короче, на 4G модемы тоже дорогие тарифы, тоже около косаря. Ага. Но как я, как я, короче, обманул оператора? Я сделал следующим образом. Есть мобильные тарифы с безлимитным интернетом, и они дешевые, но эта сим-карта работает только в мобильных телефонах. То есть, если ее вставить в компьютерный модем, вот этот, она не будет работать в нем, вот в чем прикол. Ага. Но есть одна маленькая хитрость, короче, я подсмотрел ее на форуме, короче, вот эти, на хакерском форуме, я ее подсмотрел. Короче, берется модем, из него извлекается сим-карта, и с помощью специальных парочки программ он перепрошивается, и берется старый убитый телефон, который нафиг не нужен, ну, дохуй какой-нибудь. Там под крышкой написан имей, то есть, ну, его вот этот серийный номер, пин-код, код этого телефона. Ага. И, короче, вот этот имей модема, короче, меняешь на имей этого телефона. Ага. И когда ты вставляешь сим-карту, оператор видит, как будто ты сидишь с мобильника. Ага. А ты на самом деле сидишь с компьютера. И то есть, я сейчас пользуюсь абсолютным безлимитом всего за 200 рублей в месяц. Ага. Тем самым, я просто обманываю оператора, как бы, и вообще похи. Ну, понятно. Не, ну, у меня скорость где-то 95-97. Вот. Ну, у меня чуть поменьше, где-то, где-то в среднем от 60 до 75. Вот так вот колеблется, то есть она, допустим, если оно еще от погоды зависит. Если погода ветреная, плохая погода, там 50-60 мегабит скорость. Если погода ясная, все нормально, тогда оно может и там, и до 80 аж доходить, может, временами. Ага. Вот. Но в основном это происходит, в основном, поздним вечером, ближе к ночи, когда линия освобождается. Да, да, да. Ну, вот оно, вот это тоже. у меня, это, волокон, так сказать, потому что я веду стримы, мне надо, чтобы хороший был интернет. Есть такой, типа, вот, как бы, по радиоволнам передается, через антенну, он у меня был, он дешевле, но не тянет стрим. Хорошо, вам удачи, Амичи, держитесь, я думаю, ну, что там, как бы. А у вас, а у вас как канал называется? Канал, а вон написано, видите, название. Так, а, подождите, вы что ли, дед Олесь? Да, 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 Дед Олесь? Субтитры сделал DimaTorzok